всем привет я гела и сегодня я покажу вам четыре способа обшивки края но это базовые наверное способы которые уже можно модифицировать видите по-разному обшивают брошечки здесь у меня есть разные способы обшивки кстати вот по этой цикаде будет следующий мастер-класс полностью от иду как пришить крылышки как там все это вот по этой мушки да вот а прошлый мастер-класс был по маленьким мотылечкам и вот край я решила показать отдельно ну и по этим брошкам тоже есть мастер-класс и ссылочки все я оставлю внизу вот то есть обшивки обшивать края можно каким угодно способом сегодня покажу 4 вот видите первый способ будет вот такой вот ровненький бисерный край его тоже в свою очередь можно модифицировать то есть сделать из двух цветов например или там бисер покрупнее помельче но это все уже знаете творческие моменты ваши да а именно непосредственно способ базу я сейчас расскажу и покажу использовать я буду вот два кусочка фетра которые будут играть роль там верхний слой вот как у нас просто или там что мы шьем колье брошь верхняя часть декоративная а нижняя часть это вот подложка как правило это или ткань или кожа там замша все что угодно вот у меня это будет два кусочка фетра края обшиваю обычно леской все таки можно конечно и ниточками все ну вот я край обшиваю леской и захожу между вот этих слоев обычно оставляю леску да вот и дальше закрепляем вот здесь там на начале где вы себе наметили а я вот здесь вот с краю вот таким образом пара стежков и узелком я делаю узелок чтобы ниточка у меня была как бы на вершине уже на грани стояла вот вот так установить пару витков и установили ниточку то есть она у нас прям на грани проще на краю да не не с лица там сатя именно наверху берем бисер я взяла крупный бисер им контрастную нить чтобы все было видно и вот таким образом на шаг бисера на ширину нитку оставляем под иглой и вот от себя с лица наизнанку вкалываем иглу нить остается под иглой дальше вот так протянули и нить должна быть справа от бисера то есть всегда справа от бисера вот у вас первый бисер стал опять вкалываем с лица наизнанку это обычный обмёточный шов нить оставляем под иглой вытягиваем и справа от бисера вот видите справа должна быть нить по ходу нашего шитья далее берем с лица наизнанку вкалываем можно использовать можно обшивать вот так вот когда мелкий бисер десяточка там или мельче можно брать по два бисера например я вам показываю на крупном бисере чтобы вам все было видно и нить справа от бисера видите как ровненько они все как солдатики в ряд встают вот в данном случае у меня крупный бисер вот нить под иглой не забываем и справа от бисера и таким образом шьем дальше когда мы шьем мелким бисером да даже здесь вот крупным я шила это получится очень частые стежки можно мелким бисером взять два бисера брать например да внутри мне кажется это уже лишнее там будут ну вообще все зависит конечно от материалов и от вашей задумки как вы собираетесь шить все а саму технологию вот вам пожалуйста в кололи с лица наизнанку вот так на шаг бисера на ширину игла вернее нить под иглой сзади да и справа от бисера все видите как ровненько вообще ровненький хороший край получается ниточка у меня здесь контрастная вы видите стежки до ножки вот от ниточки то есть можно подбирать или в цвет фона или леской обшивать чтобы не видно было ниточки а иногда наоборот берут нить так чтобы она тоже в свою очередь играла и декоративную роль тоже то есть чтобы ее видно было как здесь например да вот мы дошли до конца в брошки мы обычно идем по периметру и возвращаемся туда где начинали здесь я уже этого делать не буду я закрепила и я обычно делаю всегда я прохожусь по всему бисеру еще раз просто вот так вот уже ничего не шьем а просто по бисеру прохожусь для того чтобы где-то что-то мы там пошире сделали шаг где-то болтаются они у нас смотрят разные стороны а когда мы их вот так все на одну нить посадим вот так смотрите пройдемся то получается вообще идеально ровный край и где-то можно даже вот так поджать при собрать допустим да вот крылышки мы бывают когда шьем там нам нужно выпуклую допустим вот можно вот таким образом при собрать вот это все поджать или просто ровненько на один далее мы сделали в конце узелочек замотали и можно вот так вот продеть в бисер и там оставить эту нашу леску и все работа окончена если в бисер не продевается уже то в толщу как бы броши самой туда где-то в центр и все там срезали и вот у вас аккуратненький идеальный краешек получился так второй способ обшивки вот так же мы наверху закрепляем нашу нить чтобы она на грани квадратика была та именно сверху вот мы закрепили также берем бисер и на ширину бисера вкалываем с лица наизнанку но теперь у нас нить уже не под иглой остается здесь сверху и вот так как бы через край мы как будто пришили эту бисер бисер куда и теперь входим снизу вверх в тот же бисер и он у нас встает на самом краю дырочкой кверху вот видите еще раз вот взяли бисер на шаг на ширину бисера сделали в кололись лица наизнанку нить не под а сверху вот видите в первом способе мы под иглой оставляли а теперь оставляем сверху над иглой вот так как будто через край прошли и все и в тот же бисер снизу вверх или справа налево как это сказать удобнее все вот видите и он стал рядом дырочкой кверху опять нить оставляем над иглой вот так как будто через край мы просто пришили и все и входим снизу вверх и все и у нас бисер стал рядом дырочкой кверху если в первом способе дырочек у нас никаких не видно от бисера бисер встает как бы трубочкой да вот то вот этот способ дырочки у нас встают вверх вот через край моего прошили и снизу вверх в тот же бисер прошли все видите рядом встали вот такие солдатики получаются дырочкой кверху тоже очень красивый край получается ровненько вот на ширину бисера здесь уже по два по три не поделаешь но вернее поделаешь там это модификации но вот чтобы вот такой просто ровный край по одному бисеру вы знаете шьется быстро быстро и очень удобно вот с лица назад просто вот так вот и все потом опять с лица вот здесь снизу вверх по тому же бисеру прошлись и он стал рядом очень удобно и в итоге очень красиво получается ну и вот тут до конца дошили закрепили иголочку тут уже иголочку по всем бисером не протянешь ниточку да поэтому сделали узелок и все и там где-то в толще броши или прямо под этими бисерками как вам удобно но в зависимости от того там что вы шьете какая модель оставляете вытягиваете лесочку и срезаете видите какой красивый ровненький край получается ну прелесть рука набивается быстро запоминается легко очень удобная красивая обшивка мне очень нравится этот вид обшивки тоже раньше как-то в основном первый способ использовала сейчас и вот такой тоже использую кстати в следующем видео вот с мастер-классом по цк вот это я вам покажу как смотрится этот эта обшивка когда шьешь и с лица и с изнанки очень красиво смотрите как здорово все это выглядит вот такой вот второй способ вот цикада у меня таким способом обшита полностью только крылышки по лицу мы шили а тельце по спинке но это будет следующим видео а мы продолжаем так следующий третий способ по сути это тот же 2 только модификация сейчас я вам покажу как сделать вот допустим соединить его с бисером другого цвета вот типа такой ажурный край заборчиком таким да или арочками я не знаю но у меня видите зеленый бисер очень крупные я даже не подобрала к нему бисер чтобы совместить взяла чуть помельче вот эти биконусы по размеру они у меня просто подходят но суть вы сейчас поймете видите крупным чтобы вам было все видно а по сути можно брать два бисера разных вот смотрите то же самое закрепили ниточку также и также значит с лица наизнанку ее прошили нить поверх иглы и вошли снизу вверх вот поставили первый бисер далее берем вот этот биконус и зелененький бисер биконус дальше просто игнорируем точно так же шьем зеленым бисером точно также вкалываем нить поверх иглы и опять в зеленый снизу вверх игнорируя биконус биконус у нас просто вот мы когда набираем следующие зелененькие мы набираем сначала биконус потом зеленый и у нас получается видите такой заборчик то есть можно соединять два разных бисера по цвету и делать вот такой как бы ажурный край понимаете просто я вам вот для того чтобы вы видели что вот этот способ 2 что показала его можно еще и вот так модифицировать а дальше вообще можно край сделать ажурный там какой-то к этим биконусом еще что добавить но это вы уже сами тоже творческий процесс сами как придумаете а вот данном случае я вам вот точно так же и все и биконус мы в деле просто один раз а дальше мы его уже не трогаем также работаем зеленым бисером представляете какая прелесть у нас получается вот этот биконус получается вершинки как бы заборчика такого да очень красиво в итоге смотрится вот сначала биконус набрали потом зеленый и дальше шьем точно так же с лица на изнаночку нить поверх иглы и вошли снизу вверх вошли в зеленый снизу вверх вошли в зеленый снизу вверх все подтянули и вот такая прелесть получается опять набираем биконус потом зеленый и опять с лица на изнаночку нить поверх иглы и вошли снизу вверх в зеленый все и так далее очень красивый край можно вообще придумать все что угодно дальше уже типа бисероплетение пойдет наверное но если добавлять к этим биконусом еще можно еще ведь добавлять там делать какой-то ажурный край но это уже техника бисероплетения уже называется скорее мы здесь край просто оформляем кстати по бисероплетению ой шикарный я уже где-то говорила об этом канале но есть шикарный канал шура хэнс шурочка здравствуйте большой вам привет я очень люблю ее канал и большое вам спасибо шурочка она в свое время очень помогла мне разобраться с алиэкспрессом большое вам спасибо и огромное вам спасибо за ваш канал за ваши мастер-классы девочки кто еще не заходил обязательно ну кто хочет научиться вот самые новички в бисере до в бисероплетение она там прям поэтапно у ней вот с первого урока есть типа школа бисера или как-то там называется в общем уроке по бисероплетению все от самого начала на все 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 там так здорово показывает рассказывает просто прелесть уж насколько я уже знаете собаку съела наверное это столько полезного интересного столько открытия для себя с удовольствием смотрю шурочка большой вам привет а мы девочки вот таким вот образом продолжаем вы видите да как быстро все это шьется вот быстро легко без всяких заморочек не надо там нигде ничего лазить вот так в зеленые вошли снизу вверх и вот таким образом у нас получается еще один превосходный край ну и так шьем до конца сколько нам нужно и ну так же закрепляем ниточку завязываем там пару стежков пару витков и в толщу где-то в толщу брошечки вот так вот вынимаем нить лесочку срезаем и вот такой у нас превосходный краешек получается еще раз повторюсь я взяла очень крупный бисер поэтому мне пришлось взять вот здесь беконусы для вершинок но это вот на мелком бисере на обычном как обычном брошки делаем вот представляете вот так сочетать это вот тот же самый второй способ только 3 так и четвертый последний на сегодня способ это вот такая вот обшивка края в данном случае видите мелкий бисер конечно это может быть выглядит более так гармонично его ведь можно сочетать тоже и с бисером разной формы или с бисером разного цвета тоже очень красивая права получается у брошек я очень часто использую такую обшивку мне тоже очень нравится но она такая получается мощная конечно большая там все зависит от того от вашей задумки от модели и так далее вот сейчас здесь вот видите мелкий бисер смотрится конечно гораздо гармоничнее все гладенько так крупненько вот а я сейчас вам буду показывать на крупном бисере может быть это не настолько будет там гармонично выглядеть но сам принцип работы просто сейчас покажу тоже очень красивая обшивка края закрепляем ниточку но теперь уже не на вершине оставляем ее а с лица как бы да вот к себе вот и набираем определенное количество бисера вот я 5 набрала бисера самый простой способ но выглядит это потрясающе вот набрала 5 бисера и делаем вот такую арочку просто через край обшиваем нашу брошку вот эти арочки если почаще делать стежки то там она более выпуклая да получится если по вот так вот поле удлиненно оставить и все просто через край стежками обшиваем брошку но эти стежки в данном случае просто с бисером и все вот опять набираем 5 тоже очень легко быстро привыкается и как то вот уже как по накатана идет и идет крупный бисер конечно у меня здесь не очень тонкая как бы не очень изящно будет выглядеть но тем не менее вам понятно как шить и все вот таким вот образом в данном случае по 5 бисера набираю например можно сочетать разные цвета там чередовать например да можно вообще вот пять бисера например можно два бисера один там какой-то беконус взять или там бусину какую-то стеклянную и опять два бисера тоже получится красиво интересно все и вот таким вот образом это на опыте как бы я не знаю но быстро как-то рука привыкает тут ничего такого вот и идем по периметру возвращаемся к началу да но в данном случае у меня видите образец поэтому здесь я закреплю и опять начну там вот сначала вот как будто мы прошли по кругу по периметру броши и вернулись вот на начало ну или там неважно смотря как модель вот и теперь другим цветом допустим бисера попробуем но в данном случае раз уж у меня вот эти беконус они конечно и размером поменьше но тем не менее принцип действия то есть второй ряд мы прошиваем ровно между вот этими стежками те же самые стежочки между стежками первого ряда и все и у нас сшивается получается такой вот ролик по краешку и смотрится это просто великолепно и здесь тоже можно сочетать бисер формами и размерами там вы и цветом вот даже вот беконусы вот эти да как-то я не знаю сразу может быть непонятно там как это все выглядит но тоже в принципе когда до конца прошили вот даже в таком варианте это очень красивый такой край получится сейчас вы увидите вот такие способы обшивки самые такие популярные самые такие как бы удачные гармоничные для того чтобы обшить край изделия будь то брошка или может быть колье или серьги вы шьете такие конечно все зависит от материала от размера от форм вот видите какая прелесть у вас получается вот смотрите как здорово смотрится эта обшивка здесь я повторюсь крупный очень бисер не очень как как-то не очень тонко все это выглядит но зато вам видно и понятно а когда вот все это представьте вы будете делать обычным мелким бисером там десятками пример насколько это все тонко изящно и здорово будет выглядеть вот такие четыре способа я надеюсь вам все понятно по крайней мере я постаралась объяснить так чтобы все это было понятно если непонятно глядя в монитор то нужно конечно же взять в руки просто и вот прям повторять за мной и тогда вы сразу поймете принцип работы и все у вас обязательно получится вот у меня в данном случае все эти обшивки кто еще не видел мастер-класс с маленькими мотылечками вот этими из страз это предыдущее видео да вы можете посмотреть ссылки я оставлю все равно под видео и вот с этой цикадой будет следующее видео там я полностью покажу как пришивать брюшка как пришивать крылышки к мотыльку а вот с этими предыдущие уже есть видео загружено вот так нравится очень люблю возиться с камушками с бусинами и создавать вот такую прелесть и вы тоже запросто ее создадите это не так сложно как кажется конечно же время конечно же навык сноровка нужна но все это приходит на опыте попробуйте у вас обязательно получится и видите вот этот край как вот совершенно иначе выглядит вот когда мелкие бисер ровненькие все это уже настолько гармонично и здорово смотрится здесь вот такой вот край кстати все эти брошки девочки все в продаже если вы хотите пожалуйста вы можете ссылку я оставлю на группу вконтакте вот и магазинчик коллекция где они выставлены в продаже вы можете заказать готовые брошки кстати я сделала хэштег в инстаграме чара брошь если будете смотреть в инстаграме там если всю мою ленту там не просматривать а именно по брошкам то можно по хэштегу чара брошь вот видите вот как здорово смотрится и одноцветная кстати вот по этим брошкам тоже есть мастер-классы по этой лохматой брошки тоже есть мастер-класс вот и палеты и вот такие броши с цепями мы тоже делали есть видео подробно я там даже делала прикалывала к костюму к одежде вот ссылочки на кожу на эту золотую я тоже оставлю под видео и на все материалы вот на эти кабошоны красивые красные там фукси все это вы можете заказать я их заказывал на алиэкспресс есть видео с обзорами и со всеми ссылками то есть все это вы найдете в инфобоксе вот вот такое видео мне сегодня получилось ставьте лайк если вам понравилось задавайте вопросы подписывайтесь на канал я желаю вам всего доброго приятного вам рукоделия не бойтесь возьмитесь это очень здорово и приятен сам процесс просто великолепен всего вам доброго пока 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 пока